Армения, потерпев разгромное поражение от Азербайджана, все еще живет прошлым. Окончание 44-дневной войны дало ей шанс перестать быть региональным аутсайдером, начать нормализацию отношений с Азербайджаном и Турцией ради спокойной и благополучной жизни будущих поколений своих же граждан. Однако армянской пропаганде все не имется. Ей хочется побольнее уколоть Азербайджан, но все усилия тратятся впустую. Так, например, как это произошло с репортажем армянского пятого канала. На этом телеканале вышел сюжет о том, что якобы в Азербайджане плохо относятся к семьям шахидов. Мол, и живут они не очень, и вообще о них никто не заботится. Армянский зритель, может быть, и клюнул на эту наживку. Но трезвомыслящий человек сразу заметит, что на кадрах у респондентов зимняя одежда. Да, люди жалуются, но никак не на то, о чем идет речь на самом деле в сюжете. То есть, произошла банальная подмена понятий. Впрочем, армянской пропаганде не привыкать садиться в лужу, как это, например, произошло на днях с Пеговым, клюнувшим на фейк о якобы прибытии в Азербайджан и расселении в приграничье с Арменией 160 тысяч беженцев из Афганистана. Но вернемся к сюжету пятого канала. Нам не составило труда найти оригинал видео. И что же мы видим? А то, что армянский телеканал продемонстрировал своей аудитории печальные итоги военной агрессии Армении против Азербайджана. Разоблачил оккупантскую политику своего правительства. То есть, верная своим традициям, армянская пропаганда исказила суть репортажа. Это материал не о семьях шахидов, а о вынужденных переселенцах, оказавшихся вдали от родных краев в результате длившейся 30 лет армянской оккупации азербайджанских земель. Налицо неумело состряпанная дезинформация, призванная внушить армянской аудитории мысль о том, что якобы в Азербайджане недолжным образом относятся к семьям шахидов. К подобным топорным методам армянская пропаганда прибегает довольно часто, но неизменно садится в лужу. Конечно, мы не утверждаем с пеной у рта, что в этой сфере все гладко и так, как нам хотелось бы. Но есть соцсети и СМИ, в том числе Калибер АС, посредством которых до соответствующих структур доводится вся необходимая информация. Есть проблема, о ней пишут, никто не требует от нас ее замалчивать. В то же время надо признать и очевидное, государство старается проявлять необходимую заботу об этой категории граждан и оперативно реагирует на обращение семей шахидов и СМИ. Понятно, что армянская пропаганда страсть как обожает выискивать соринку в чужом глазу, не видя при этом бревна в собственном. Пятый канал Армении, озаботившись бедственным положением семей шахидов в Азербайджане, в упор не замечает, как у него под носом не обеспечены жильем со стороны государства так называемые бакинские армяне, которые с 1990 года ютятся в вагончиках, в ремянках, в развалившихся общежитиях, откуда их, кстати говоря, часто выгоняют. Не видят армянские горе пропагандисты и то, как у семьи армянского военнослужащего Вардана Адаяна, который пропал без вести во время 44-дневной войны, банки за долги по ипотеке забрали квартиру, оставив его жену и двухлетнюю дочь в безвыходной ситуации. Нет, вы только подумайте, в Армении, где и близко не сумели создать эффективную систему социальной защиты тех, кого в качестве пушечного мяса власть бросила в мясорубку войны, вдруг озаботились тяжелым положением семей шахидов в Азербайджане. Ах, как мило, но не лучше ли подумать о своих проблемах, коих целый вагон и маленькая тележка. Думать не хочется, и поэтому армянской пропаганде ничего больше не остается, как распространять разного рода байки, например, о семьях шахидов, опровергнуть которые не составляет нам особого труда. Что мы и сделали. Что думаете вы? Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте.